Инноксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого представляет Отфрид Пройслер «Маленькая баба-яга» Отфрид Пройслер, биография которого очень интересная и содержательная, родился вовсе не в Германии, как многие думают, а в Чехии. Будущий великий сказочник появился на свет 20 октября 1923 года в городе Райхенберге, который сейчас называется Либерцем. Будущий писатель с малых лет интересовался историей родного края, любовь к которому привил ему отец. Папа Отфрид собирал местные предания, легенды и сказки, чтобы потом пересказать их своему сыну. Родители будущего писателя были обыкновенными школьными учителями. Несмотря на это, они владели сказочным богатством – огромной домашней библиотекой, в которой очень любил проводить время маленький Отфрид. Книги стали его страстью. Он захлеб читал самые разные издания, начиная от добрых детских сказок и заканчивая серьезными внушительными произведениями. Большим успехом воспользовалась книга «Маленький водяной», которая увидела свет в 1956 году. Удача вдохновила писателя, тем более, что в этом же году он получает писательскую премию за лучший дебют. Окрыленный удачей Отфрид продолжает творчество, и вскоре из-под его пера выходит не менее доброе и волшебное произведение, которое называлось «Маленькая баба Ига». История этой книги очень занимательна. Как-то раз писатель укладывал своих маленьких дочерей спать. Они не хотели ложиться, капризничали и плохо себя вели. Когда выведенный из себя отец спросил «В чем же, собственно, дело?», малышки пожаловались ему, что очень боятся злой и страшной бабы Иньги, которая придет за ними, пока они спят, и унесет их с собой. Папа внимательно выслушал дочурок, а затем сказал, что бояться абсолютно нечего. И когда девочки в один голос спросили «Почему?», поведал им удивительную историю о маленькой бабе Иньге, которая сначала была вредной, а затем стала доброй и хорошей. Настолько хорошей, что лишила всех ведьм возможности колдовать. И осталась единственной бабой Игой на свете, которая никогда не совершает злых поступков. Успокоенные малышки заснули, а сказка от Фреда Бройслера, рассказанная на ночь, переросла в серьезное детское произведение. Которая знает и любит весь мир. Давайте познакомимся со сказочным персонажем от Фреда Бройслера «Маленькой бабой Игой». Глава неприятности. Жила была когда-то маленькая баба Ига, то есть ведьма. И было ей всего 127 лет. Для настоящей бабы Иги это, конечно, не возраст. Можно сказать, что эта баба Ига была еще девочкой. Жила она в крохотной избушке, одинок, стоявшей в лесу. Крыша избушки покривилась от ветра. Труба скрючилась. Ставни дребезжали на разные голоса. Но маленькая баба Ига не желала себе лучшего дома. Ей и этого вполне хватало. Снаружи к избе была пристроена огромная печь. Без такой печи никак нельзя обойтись. Иначе избушка не была бы настоящим домом бабы Иги. В избушке вместе с бабой Игой жил еще ворон. Звали его Абрахас. Он говорил не только «доброе утро» и «добрый вечер», как это умеют все говорящие вороны. Ворон Абрахас умел говорить все. Он был мудрым вороном и знал толк буквально во всем на свете. Примерно шесть часов в день маленькая баба Ига училась колдовать. Ведь колдовство не такая уж простая штука. Лениться в этом деле никак нельзя. Сначала надо вызубрить все простые колдовские штучки. А потом уже более сложные. Надо вызубрить от начала до конца всю колдовскую книгу, не пропуская в ней ни одной задачки. Маленькая баба Ига дошла только до 230-й страницы. В то утро она упражнялась в вызывании дождя. Она сидела во дворе возле печи, держала на коленях колдовскую книгу и колдовала. Ворон Абрахас сидел рядом. Он был мрачен. Должен быть дождь. Каркал он сердито. А что делаешь ты? В первый раз у тебя посыпались с неба белые мыши. Во второй раз лягушки. В третьей еловые шишки. Интересно, что посыплется в четвертый раз? Получится ли у тебя наконец настоящий дождь? Маленькая баба Ига попробовала сделать дождь в четвертый раз. Она повелела собраться в небе небольшой тучи. Подманила ее рукой. И когда та остановилась над самой избушкой, крикнула. А ну пролейся дождем. Туча прорвалась и с неба полилось. Кислое молоко. — Кислое молоко! — в ужасе каркнул Абрахас. — Ты сошла с ума. Что ты нам еще наколдуешь? Может быть, манную кашу или сапожные гвозди? Хоть бы это были сдобные крошки или изюм. Еще куда не шло. — Должно быть, я оговорилась, — сказала маленькая баба Ига. Я и раньше иногда ошибалась. Но четвертый раз подряд это со мной еще не бывало. — Оговорилась, — проворчал ворон. — Я тебе скажу, в чем тут дело. Рассеянно ты, вот что. Если думать о всякой всячине, то непременно оговоришься. — Сосредоточиться над тебе, вот что. Ты находишь? — задумчиво сказал маленькая баба Ига. Она вдруг захлопнула колдовскую книгу. — Ты прав! — крикнула она гневно. — Я не могу сосредоточиться. И знаешь, почему? — она сверкнула глазами. — Потому что я вне себя от злости. — От злости? — приспросил Абрахас. — На кого ж ты ж злишься? — Я злюсь, что сегодня в Альпургеево ночь. Самый большой праздник. Сегодня все ведьмы соберутся на горе в Блоксберг и будут там танцевать до утра. — Ну и что? — спросил ворон. — А то, что я еще слишком мала для танца. Так говорят взрослые ведьмы. Они не хотят, чтобы я танцевала вместе с ними на Блоксберге. Старый ворон попытался утешить. — Видишь ли, в твои сто двадцать семь лет ты еще не можешь этого требовать. Вот когда ты станешь постарше, тогда другое дело. — Ах, оставь! — крикнула маленькая баба-яга. — Я хочу уже сейчас танцевать вместе со всеми. Понимаешь? — Чего нельзя, того нельзя! — наставительно прокаркал ворон. — Разве что-нибудь изменится от того, что ты злишься. — Будь же разумной! Я чувствую, ты что-то задумала. — Я знаю, что я задумала, — сказала маленькая баба-яга. — Сегодня же ночью я полечу на Блоксберг. — На гору Блоксберг? — переспросил ворон. — Но взрослые ведьмы тебе это запретили. — Ха! — презрительно крикнула маленькая баба-яга. — Запрещено многое. — Но если я им не попадусь, — ты попадешься, — пророческий каркнул ворон. — Чепуха! — возразила маленькая баба-яга. — Я появлюсь, когда они уже будут танцевать вовсю. А перед самым концом смоюсь. В суматохе, которая будет царить сегодня ночью на Блоксберге, никто меня не заметит. — Продолжение следует...